Масштабные работы на теплотрассах. Какие улицы будут перекрыты в Самаре и какие маршруты выбрать для объезда? Помощь людям с ограниченными возможностями и забота об экологии. 300 волонтеров Самарской области отправятся в Крым в рамках добровольческой акции «Мы вместе». Лето с футбольным мячом. В Самаре в 13-й раз стартовал турнир дворовых команд. Как прошло открытие? В Самаре идет подготовка к отопительному сезону. В эту пятницу из-за перекладки теплотрасс изменится организация движения транспорта. Работы специально запланировали на выходные дни, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов. На маршрутах, где ограничат движение, коммунальщики начнут перекладку труб. Это будет связано с переходом через проезжую часть дорог, напомнил первый заместитель главы города Владимир Василенко на штабе по подготовке к зиме. С 11 июня до 5 утра 15 числа нельзя будет проехать по улице Печорской. Ограничение в границах 4-го проезда и улицы Ивана Булкина, включая перекресток с улицы Аврора. Изменит схемы движения общественный транспорт. Автобусы номер 21М, 22, 35, 39, 46, 56, 66, 96, 99 и 215 пустят в объезд. На пересечении Мариса, Тореза и Мяги перекрытие будет действовать с 11 июня до конца дня 14 июня. Первый вице-мэр поделился информацией о ходе работ. Сегодня 12 объектов в работе. С 20-го выходят у нас из 47 остальные. И мы дополнительно рассматриваем 10 объектов. Сегодня цифра плавающая по проекту, что они с 1 июля тоже выйдут на работу. Кроме того, в районе дома 26 по проспекту Кирова начнутся ремонтные работы на теплой сети. Поэтому с 11 по 15 июня трамваи и троллейбусы не будут ходить на участки от заводского шоссе до Витлянской. Они проследуют до узловых станций на заводском шоссе и обратно. Также будет ограничено движение всего автомобильного транспорта по направлению. В город с 15 часов 11 июня до 5 утра 15 числа. Из города с 11 июня до 4 утра 17. Этот участок рекомендуется объезжать. Трамваи номер 8 и 25 будут следовать по проспекту Кирова. Улицы Железной дивизии до Юнгородка. От ролейбуса номер 8, 12, 13 и 18 проследуют по проспекту Кирова. Улица Победа Калинина и Вольской. А далее по своим привычным маршрутам. Специалисты муниципального предприятия ГАТИ по благоустройству вместе с сотрудниками департамента транспорта проверят, насколько готовы участки. Везде должны быть выставлены дорожные знаки. Размещены аншлаги, информирующие о возможностях объезда. Профильные службы будут трудиться все предстоящие выходные. Сегодня в Самарской области на двух заслуженных работников жилищного хозяйства стало больше. Губернатор Дмитрий Азаров вручил награды первому замглавы Самары Владимиру Василенко и Петру Кудряшову, директору муниципального предприятия Самары спецремстрой Зеленхоз. Телеканал Самарогиз присоединяется к поздравлению. В Самаре распределили еще 1783 места в дошкольных учреждениях. Из них 470 мест в ясельных группах. Напомню, это второе распределение мест на предстоящий учебный год. 21 мая в детские сады зачислили более 11 тысяч детей. Дополнительные места появились после отказа некоторых родителей. Система распределения мест проходит в автоматическом режиме. Информацию о зачислении, как и прежде, можно проверить на портале госуслуг. Если ранее заявитель был в списке очередников, статус изменится на «Зачислен». Также об изменении статуса родители должны информировать по телефону заведующей дошкольными учреждениями. В случае положительного решения подать и оформить документы на зачисление в детский сад необходимо в течение 10 дней. Остальным родителям нужно проверить свою заявку и ждать следующего распределения мест, который состоится в течение месяца. У родителей, которым место не предоставлено, мы рекомендуем все-таки пересмотреть еще раз список предпочитаемых образовательных учреждений, возможно, расширить его, в принципе, проверить свое заявление. Зачастую люди не указывают льготы, хотя они имеют право на оказание льгот. Всю подробную информацию можно на портале образовательных услуг получить. Самое главное – не переживать. И мы понимаем, что процедура распределения свободных мест у нас проводится постоянно. И как минимум раз в месяц мы эту процедуру проводим. На Самарских пляжах заработали 14 спасательных постов. За порядком и безопасностью на Волге в черте города будут следить 44 аттестованных специалиста. Каждый умеет не только отлично плавать, но и оказывать первую медицинскую помощь. Как прошел первый рабочий день пляжных спасателей, увидел Сергей Кизоркин. Первый рабочий день старшины пляжных матросов-спасателей Алексея Феклова начался с тренировки. По легенде, отдыхающий, сейчас это один из его коллег, тонет недалеко от берега. Спасатель с пятилетним стажем моментально организовал операцию спасения. По рации вызвал подкрепление катер ГИМС и машину скорой помощи. Сейчас отработали самый экстремальный и нежелательный вариант, рассказал Алексей. Лайт-версия – это патрулирование береговой линии и предупреждение ЧП. Не рискуйте своей жизнью. Если жаркая погода, лучше уж очень жарко, прям 30-70 градусов. Лучше находиться дома в тени, соответственно. Потому что солнце плюс холодная вода – летальный исход. Это вот прям как показа практика, это есть такое дело. В бригаде спасателей старшина и семь матросов работают по парам. У каждого своя зона ответственности. Меняются через час, чтобы не терять бдительности. Спасатели помнят и предупреждают принимающих солнечные ванны и водные процедуры, что пляж из зоны отдыха в любой момент может превратиться в зону риска. Особый контроль ведется за пенсионерами и родителями с детьми. Штатный состав спасательных постов формируется из ребят физически подготовленных, имеющих у кого-то соответствующие разряды в плавательной подготовке. Они проходят заранее обучение в Самарской областной школе освода. Мы им выдаем по окончанию обучение соответственно с ведомостью сдачи нормативов в бассейновых категории матрос-спасатель, ведомости общительных спасательных постов освода. И после этого они приступают к работе. На Самарских пляжах с сегодняшнего дня и до середины сентября будут работать 14 спасательных постов. На спусках улиц Некрасовская, Красноармейская, Чкалово, Полевая, на Ладье, в Загородном парке, на Советской армии, Барбошиной поляне, возле санатория Можайский и на Красной Глинки. Ежедневно с 9 утра и до 10 часов вечера за порядком и безопасностью следят 44 матроса-спасатели освод. Спасатели оснащены спасательными кругами, концами Александрова, нагрудниками, детскими и взрослыми, ластами, масками и необходимыми средствами для поддержания связи между постами и между спасателями. Отдыхающие признаются, они чувствуют себя комфортно, когда рядом спасатели. Ситуации разные бывают. Иногда даже, когда дети заплывают куда-то, некоторые родители теряются и не знают, что делать, приходят на помощь спасатели. Я считаю, конечно, необходимы спасательные пункты. Они помогают быть в безопасности. Регулярно ходят вдоль берега, да. Неродивых родителей ставят на место, делают обязательно замечания. Вот. То есть работают, они просто сидят. Не так, что вот, как говорится, пришли позагорать, отдохнуть. Нет, нет, работают ребята, да. Вот за это время, что я была, это было два случая, когда спасали. Вот. Прямо жутко было смотреть. Официально курортный сезон стартует в Самаре после 15 июня. На пляжах установят раздевалки, зонтики от солнца и скамейки. Но уже сегодня безопасность отдыхающих обеспечивают профессиональные спасатели. Уважаемые отдыхающие, следите за своими детьми. Внимательно следите за своими близкими, родными. Это очень важно. Потому что вода ошибок не прощает. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. За сутки в Самарской области зарегистрировали 59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе 65 515 человек. Такие данные в пятницу опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 56 человек. Всего с начала пандемии из больницы выписали 62 530 пациентов. Рассказали, ответили на вопросы, сделали прививку. В Самарском государственном колледже прошла лекция, на которой сотрудникам и студентам разъяснили, как проходит вакцинация и почему прививки не стоит бояться. После чего провели процедуру. В регионе наращиваются темпы прививочной кампании. Важно до начала осени сформировать общественный иммунитет. Подробности в нашем сюжете. Сначала лекция, потом прививка. В Самарском государственном колледже к проведению вакцинации подошли ответственно. У многих самарцев возникают вопросы, связанные с процедурой и ее последствиями. Чтобы развеять сомнения, на встречу с сотрудниками и студентами пригласили Александра Муравца, главного врача Самарского областного центра общественного здоровья. Коронавирус – это беспрецедентный, очень тяжелый вирус. И не должно быть так, что это должно быть проблемой одного здравоохранения или одних граждан. Мы здесь все должны вместе объединиться. И вот хорошо, что у нас и работодатели теперь, и определенные отрасли, я имею в виду образование, они тоже начинают чувствовать свою ответственность за своих сотрудников, за судьбу региона. Вакцинация бесплатная и добровольная. Темпы ее проведения в регионе наращиваются для того, чтобы быстрее сформировался коллективный иммунитет, что поможет остановить распространение инфекции. Важно, чтобы к осени, до начала традиционного эпид-периода, когда и другими респираторными инфекциями люди болеют чаще, около 60% жителей региона были привиты. Работа у меня высококонтактная. И наши коллеги, те коллеги, с которыми я работаю, начали болеть. И, соответственно, я поняла, что выбор у меня один. Это либо прививка, либо болезнь. Я начала эту тему мониторить, анализировать. Через какое-то время я совершенно четко поняла, что прививка легче, чем болезнь. И выбирать, собственно говоря, здесь между этими двумя факторами не о чем. Учитель физкультуры Сания Сагитовна делится. В ее окружении коронавирусом переболели многие. Некоторые в тяжелой форме. Чтобы избежать такой участи, женщина решила сделать прививку. Очень серьезно переболели у нас в колледже. Мои же сотрудники, мои же коллеги. То есть я считаю, что это нужно сделать. Чем так болеть, что-то лежать где-то в больнице. Я за то, чтобы это сделать. Особое внимание уделяется вакцинации людей, находящихся в группе риска. Это те, кто старше 65 лет и имеющие хронические заболевания. Многие предприятия и учебные заведения создают условия, при которых сотрудники могут сделать прививку прямо в учреждении, без отрыва от учебы или производства. Кроме того, в городе работают прививочные пункты в крупных торговых центрах, а также круглосуточный кабинет. Завтра в День России мобильный прививочный пункт будет работать на площади Куйбышева с 17 до 21 часа. Можно будет не только сделать прививку, но и пройти диспансеризацию. Виктория Шарая, События. Эфир продолжит новости экономики. Их подготовила Светлана Кудрявцева. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о мерах поддержки для отдыхающих с детьми, что известно о льготах. Семьи с детьми могут путешествовать по стране на поезде по льготным тарифам. Об этом расскажу подробнее, но сначала о ставке Центробанка. Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 0,5% до 5,5%. Таким образом, она вернулась на уровень апреля-мая прошлого года. Значит, держать деньги на депозитах станет выгоднее, а кредиты подорожают. Это уже третье ужесточение денежно-кредитной политики подряд. До этого Центробанк повышал ставку в марте и в апреле. Некоторые аналитики ждут, что по итогам года ставка достигнет 6%. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому на территории России семьи с детьми смогут покупать билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам за счет субсидий от государства. Такие тарифы будут действовать для поездок в купе в поездах дальнего следования. Всех категорий и ограничений по маршрутам нет. Приобрести билеты со скидкой смогут семьи с одним ребенком или с несколькими детьми до 18 лет. Льготный тариф будет рассчитываться по специальной формуле. На субсидирование льготных тарифов в этом году потребуется более 1 миллиарда 300 тысяч рублей. Меры поддержки малого и среднего бизнеса обсудили на заседании Совета по развитию предпринимательства. Для поддержки самозанятых, например, разработали специальные программы. Подробности в нашем сюжете. Уже не первый год в городе действует муниципальная программа развития, поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа Самара. Малый бизнес, в том числе самозанятость инициативных граждан – важный фактор стабильности экономики региона. Об этом в послании жителям и депутатам говорил губернатор Дмитрий Азаров. Одно из приоритетных направлений поддержки – социальное предпринимательство. Социальные предприятия могут претендовать на микрозайм по ставке 1% годовых. Это уникальная программа, уникальная ставка. И вот только социальные предприятия на сегодня могут получить именно такую ставку при получении микрозайма. Департамент управления имуществом оказывает поддержку в виде предоставления муниципального недвижимого имущества и помещений, где действует льготная ставка по аренде. Вместе с этим на базе Самарского бизнес-инкубатора регулярно оказывают информационно-консультационную поддержку для предпринимателей и самозанятых граждан. Уже в заключительную стадию проходит нормативный правоакт. Совершенно точно он выйдет у нас к концу июня. И мы начнем сбор заявок в июле. Это грантовая поддержка на компенсацию процентов по кредитам, но не более 300 тысяч рублей. В этом году в регионе стартовал новый проект – онлайн-витрина для самозанятых. Это возможность привлечь новых клиентов и вывести свой проект на новый уровень. А для жителей региона – прямой и удобный доступ к качественным товарам и услугам. Все, что нужно – быть самозанятым, зарегистрированным в приложении мой налог, вести деятельность на территории Самарского региона и самостоятельно производить товары или предоставлять услуги потребителям. После заполнения анкеты на сайте mybis63.ru нужно дождаться решения экспертной комиссии Центра о размещении в каталоге. Официальный курс доллара на предстоящие дни – 71 рубль и 68 копеек. Американская валюта потеряла 52 копейки. Евро 87 рублей 33 копейки. Европейская валюта снизилась на 48 копеек. Нефть марки Brent – 72 доллара и 50 центов за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Более 300 волонтеров отправятся этим летом в путешествие в Крым. Добровольцы в рамках акции «Мы вместе» будут помогать нуждающимся в Сакском районе, а также проводить патриотические акции. Подробности в репортаже мэрии Елчан. Команда из 31 колледжей техникумов. Свыше 300 добровольцев три летних месяца проведут в Крыму в Сакском районе. Одна из волонтеров Юлия Касуха отправится к морю на 10 дней. Девушка учится на втором курсе по специальности «Туризм». Приятно осознавать, что существует такая акция «Мы вместе» на пути в Крым. Это дает возможность еще раз реализовать молодежные движения, доказать, что молодежь активна, молодежь продвигает себя, продвигает акции. Этим летом межрегиональная акция «Мы вместе» проходит восьмой раз. Для того, чтобы отправиться в поездку, ребята прошли конкурс в своих образовательных учреждениях. Волонтеры собрали портфолио и студенческое самоуправление вместе с педагогами решили, кто лучший. Они отдыхают, купаются и, самое главное, проходят школу координатора волонтерской деятельности, непосредственно погружаясь в свои волонтерские дела. За семь прошлых лет много что было сделано. Это отремонтированные памятники, это и аллеи. Мы ребята с профессией будущей строителей, мы тоже туда вкладывались профессионально. Эта акция, безусловно, очень важна. Я очень горд тем, что мы уже не в первый раз провожаем волонтеров именно с территории Самарского района. Это, прежде всего, патриотическое воспитание молодежи. Ежедневно добровольцы будут помогать людям с ограниченными возможностями здоровья, участвовать вместе с ними в экологических акциях и просто купаться на инклюзивном пляже в море. Мэри Елчан, Николай Епифанов, События. В художественном музее открылась выставка самарского художника Венера Кныжова. Посетители смогут увидеть волжские пейзажи, колоритные портреты жителей губернии и натюрморты. Это первая выставка, где широкой публике представят его работы. Обо всем подробнее расскажет Никита Колосов. Пасмурное небо, яркая зелень и цвета осени создают впечатление полотна из ткани. Работая над картиной Бахилова поляна в «Жигулях», самарский художник Венер Кныжов начал использовать цвет экспрессивно. Высокая гора и волжский простор – этот уголок природы начал притягивать к себе художников во второй половине прошлого века. И до сих пор мастера стремятся выехать на Бахилову поляну и запечатлеть красоту природы на холстах. Венир Романович как раз один из тех таких мастеров, который успевал красоты нашей природы. Мы долго шли к тому, чтобы этот проект осуществился, потому что юбилей-то был в прошлом году, а в прошлом году у нас всех настигла вот эта пандемия. Венира Кныжова не стало в 2005 году. Он никогда не выставлял свои картины в музеях родного города. К 90-летию со дня рождения художника сотрудники музея исследовали мастерскую и нашли множество работ. Их никогда не видела широкая публика. Волжские, кавказские пейзажи, портреты жителей губернии, натюрморты теперь может увидеть каждый желающий на выставке в областном художественном музее. Отдельно представили здесь картины историко-бытового жанра. Венир Романович обращался как раз к теме Великой Отечественной войны и в основном к теме партизанского движения. Конечно, большие работы сейчас представлены где-то в собраниях музеев, поэтому мы что-то показали в эскизах к картинам, а что-то удалось показать. Самарский художник стал основателем училища искусств вечерней художественной школы. На открытие выставки пришли его ученики, в их числе сын Алексей. С детства любил наблюдать за отцом, часто ездил с ним на Бахилову поляну. Это все мне знакомо, и пейзаж я выбрал благодаря отцу, он был моим учителем. Когда учился в училище, я вкусил его, понял, что это мое, что я хочу именно работать в этой области. Выставка Венира Кныжова продлится до 18 июля в художественном музее. Виктория Шарая, Никита Колосов, Константин Головин. События. Самарская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в финал Ролан Горос. Накануне в полуфинале она обыграла Тамару Зиданшик из Словении со счетом 7-5-6-3. Для Анастасии это первый выход в финал на турнирах Большого шлема. До этого ее лучшим результатом была четвертьфинальная стадия. Добраться до главного матча на крупных турнирах удалось лишь с 52-й попытки. Она стала седьмой россиянкой, которая будет играть в финале Большого шлема. Чтобы оказаться четвертой теннисисткой из России, которая выиграет открытый чемпионат Франции, Анастасии в субботу нужно обыграть Барбару Крейчикову из Чехии. Это будет их первая встреча друг против друга в карьере. В 13-й раз в Самаре стартовал футбольный турнир среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом». За это время в соревнованиях приняли участие почти 400 тысяч юных спортсменов. Ежегодно первые матчи проходят на спортплощадке в одном из дворов железнодорожного района, где когда-то все и начиналось. На этот раз организаторы и родоначальники турнира не стали изменять традиции. Продолжит тему Сергей Кизоркин. Из районного проекта во всероссийское соревнование. 13 лет назад именно эта спортплощадка на Никитинской 53А стала местом рождения нового футбольного турнира. С тех пор за призы и награды популярного состязания дворовых команд сразились почти 400 тысяч юных футболистов. В соревнованиях участвуют все муниципальные образования Самарской области. За каждой этой цифрой, статистикой, стоит конкретный мальчишка и девчонка, которые проводят лето не где-то в подворотне, не с сигаретой, не с банкой с пива, а проводят на футбольной площадке, занимаясь спортом. Первый турнир «Лето с футбольным мячом» собрал в железнодорожном районе всего несколько команд. Только одна сотня мальчишек разыграли кубки и медали, вспоминает Светлана Макушева. Ее дети тогда еще были малышами, а теперь старший сын принимает участие в этом турнире. На самом деле так много детей, которые гуляют здесь с самого рождения, потом подключаются к этому замечательному проекту и также играют здесь в футбол. И таких футбольных историй дворовый турнир в Самаре насчитывает тысячи, рассказывает Константин Доладов, отец пятерых сыновей. Все для детей делается, для того, чтобы воспитывать наших российских детей, настоящее такое здоровое, харизматичное поколение, которое потом бы стало нашей основой в будущем. С тех пор многое изменилось. Власти стали активно возводить футбольные площадки, в том числе и во дворах. Детский спорт стал и доступнее, и популярнее. Каждый вечер, вне зависимости от сезона, на поле кипят футбольные страсти, как среди детей, так и среди взрослых. Идея замечательная. Это развивает детей, это учит их работать в команде. Да, правильно сейчас сказал Александр Борисович, не обязательно все из них будут чемпионами играть, но они научатся жить в команде, работать в команде. И это поможет им в дальнейшей жизни. Детям это очень нравится, участвуют абсолютно все. Обычные ребята со дворовцы. На финале будем присутствовать, дарить подарки, даже сертификат какой-то на командного победителя, форму, мячи. Людям это нравится, и они хотят как-то дальше это развивать. Эволюция турнира летом с футбольным мячом протекала стремительно. Уже во второй сезон он стал общегородским, затем областным. И вот уже третий год проходит общероссийский финал. Не стало преградой проведению соревнований и пандемия. Турнир прошел в онлайн формате. Был альтернативный кибер-турнир, хотя нигде в России этого не было. И только мы здесь, в нашем регионе, провели и финал, который был на Самаро-арене с награждением. И даже в условиях жестких ограничений не было никакого перерыва. И в прошлом году прошел очередной, просто немножечко такой, с уклоном в современные цифровые технологии. В этом году победители турнира лета с футбольным мячом городского масштаба определяют в традиционном формате в июле. В августе на стадионе «Солидарность-арена» встретятся финалисты области. В сентябре пройдут всероссийские состязания. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, События. Сегодня стартует один из главных футбольных турниров чемпионата Европы. Его пришлось отложить на год из-за пандемии. Матчи пройдут в 11 городах, в том числе в Санкт-Петербурге. Там состоится 7 игр, включая один четвертьфинал. В двух из этих встреч группового этапа сыграет российская сборная. Торжественное открытие чемпионата состоится сегодня в Риме. В первом матче встретятся сборные Италии и Турции. А уже завтра в 10 вечера по московскому времени сборная России сыграет с командой Бельгии. Матч можно будет посмотреть в фан-зоне Самарского стадиона. Там установят большой экран для прямых трансляций. Вместимость в площадке не более 5000 зрителей. За три часа до начала игры для зрителей организуют развлекательную программу. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на нашем официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и отличных выходных! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!